Роман, привет. Здорово, Андрюш. Скажи, есть счастье в этой жизни? Вот сейчас в твоей машине шумят, а потом, говорят, Верников опять плохие микрофоны купил. Ну, это два разных вопроса. В жизни счастье, безусловно, есть. Но по поводу автомобиля, к сожалению, никуда не денешься. И в Африке шум. А, смотри, у нас... Безшумно ездить? Ну да, нужно автомобиль повышать тебе потихонечку класс, чтобы совсем не шумно было, да? Ну да, я все пытался понижать. Теперь, видимо, придется опять. Но я надеюсь, что все-таки электромобили будут проходным вариантом. Мы скоро будем летать на коптерах. Да. И там будет написано «Аэрофлот», да? Вот так. Хе-хе. Не дай бог. На чем написано «Аэрофлот», летает очень хреново. Слушай, давай перейдем больше к делу. У нас сейчас на рынке нефтяном есть оптимисты, а есть супероптимисты. Оптимисты говорят, что мы дойдем до 40 долларов по бренду, уйдем в коррекцию. А супероптимисты говорят, мы дойдем до 46 долларов, закроем там разрыв и уйдем в коррекцию. Ты кто? Я, да, бух его знает, не знаю. Я-то 90 жду, собственно говоря. Но, естественно, это будет происходить не быстро. Действительно, на отметках 43 и 46 есть сильные сопротивления, откуда мы можем пойти в коррекцию. И по одному из вариантов разволновки даже обновить ЛАИ, ну или сходить к ним приблизительно в этот диапазон. Но потом мы все равно будем расти, и будет 90, и даже, возможно, больше. Правда, не быстро. А ты сам сейчас вот едешь на машине. У тебя есть позиция на срочках по нефти? Да, у меня навалом лонгов по нефти. У меня есть стратегический лонг, который там от 19-21 я несу с перезаходами. Есть системный лонг от 38 или 37,5, я не помню. Правда, сегодня в районе Хаёва закрыл я половину, потому что тоже есть ощущение, что будет коррекция. Но, скорее всего, небольшая. Я думаю, что в район 38,2-38,3. Если мы удержим уровнем, то будем расти дальше. Если пробьем его, значит, коррекция будет длится. Да, а что будет с нашим рынком, если мы увидим 38,2? В принципе, это же 3% всего. Да, в общем, да. Пока, в общем-то, с технической точки зрения такой ступой. Мы обновили хай, который был не так давно. Соответственно, поэтому должны порасти. Сейчас, правда, напрягает, что мы как раз сделали пятиволновку, импульс. Его как бы завершили. И вот сейчас стоит вопрос, была ли это добивная волна, и мы идем в глубокую коррекцию, или это какая-нибудь первая волна только в третьей волне наверху. Тогда будем расти еще долго и счастливо. Ну, а торговое решение надо сейчас принимать. У тебя сейчас какие позиции-то? Я же сказал, у меня лонг, лонг гейм. Это мы знаем. Лонг гейм сегодня, но все равно их много. А решение не надо принимать, надо стоп поставить. Вот, в месте, где, как вам кажется, будет разворот рынка. Ну, и, собственно говоря, и держать его. У меня стопы стоят, все хорошо. Ну, кроме стратегического, стратегического, у меня стопов нет. А я не думаю, чтобы за мою поездку на автомобиле упадем ниже 19. Даже если упадем, все равно ненадолго. Пока 39-29, пониктит, и не волнуйся. Слушай, вот тут аналитики пишут на Финаме, что рынки сейчас иррациональны. Ты считаешь, это правда, что вот сейчас все плохо, а рынки растут? Судя по всему, у Финамов всегда все нерационально. Ну, если посмотреть за их прогнозами. А, секундочку, одну секундочку. Аналитики, публикуемые на сайте информационной группы Финам, это не Финам-компания, это информационная группа Финам, это совершенно разные вещи. Так вот, вообще, кто публикуется там, говорят, что иррациональные. Ну, я не знаю. На мой взгляд, все как раз рационально. Вот, что касается аналитиков, это люди, как правило, оторванные от торговли, которые пытаются, так сказать, применить знания, полученные в 90-х годах, в каких-нибудь, в общем-то, непервосортных вузах на реальности. Естественно, у них ничего не получается и вызывает удивление. Дело в том, что просто экономика с тех пор претерпела колоссальные изменения и уже никогда не будет прежней. Все экономические правила и закономерности можно спокойно выбрасывать в мусорную корзину и, так сказать, придумывать новые. До этих пор у большинства рынки будут нерациональны. А сейчас, на мой взгляд, все рационально. ФРС печатает деньги, еврозоны печатают деньги, и кони начали печатать деньги и начинают бросать их в систему. Соотношение денежного агрегата М2 и банковских балансов, ну да, что-то я уже зашел прям совсем на себе. То есть, короче, по всему выходит, что деньги вползают в основном на фондовый рынок, а не идут в систему кредитования. Поэтому, пока это происходит, рынки будут расти, скорее всего. С коррекциями, с откатами, с паник-селами, со все пропалами, но, тем не менее, будут подниматься все выше и выше. Ну, еще вариант. В Америке начнется гиперинфляция, если доллары вернутся туда, Америка потеряет доверие, а, как надежный заебщик, и, б, как страна с валютой, которая является мировой резервной валютой, ну и, короче, в этом случае все реально упадет. А пока Америка, наконец, все будет, скорее всего, расти. Аналитики бывают, Роман, разные, как женщины. Нельзя всех... Ты можешь поставить немножко, чтобы на тебя смотрела камера, а то лицо срезает. Не можешь. Сейчас попробую. О, нормально, нормально. И звук сразу стал получше. Своё мнение по поводу рубля. Ну, рубль дошел до двух поддержек достаточно сильных. Это 69.25, она уже пробита. И вторая поддержка 68.15. Ну, видимо, мы добьем туда, хотя сегодня мы закрыли ГЭП. И если сейчас мы вернемся выше 69.25, то, наверное, у нас появится первый сигнал разворотный. Но, тем не менее, я не жду слишком сильного роста. 73.76 мы максимум что-то сделаем, а потом все равно вниз пойдем. А если пробьем 68.15, то следующая цель там уже будет 65.5. Ну, и потом все равно все ниже, ниже, ниже. С рублем все будет хорошо. Такой попсовый вопрос до тебя. Вот назначили дату опроса всероссийского 1 июля. Все будет хорошо с рублем после 1 июля? Это ты мне говоришь с результаты опросов или спрашиваешь? Спрашиваю. После 1 июля будет все хорошо? А что будет 1 июля? Опрос. По Конституции. А, по Конституции. Я просто не очень сейчас смотрю за политическими экзерсисами. Да все будет нормально. Причем есть Конституция. Да ни при чем. Да все хорошо. Вот, твое мнение по поводу... Если будут привязаны доллары к рублю, тогда, может быть, будет даже еще... Так, ну а, Наталья? Твое мнение по поводу Газпрома. Сегодня он неплохо рос, хотя достаточно много плохих новостей в последнее время вышло по Газпрому. На мой взгляд, он плохо рос. Даже на сопротивление 202 не добил. Это не очень хорошо. Давай поговорим по Газпрому. Мне интересно твое мнение. Нет, ну, Газпрому, ну, будет расти. Там следующая цель наверху, 290 рублей. Единственное, что пока еще возможно, что перед этим мы обновим свои минимумы в Газпроме. Там, куда-то, на 141, на 165 сходим. Но вероятность этого, конечно, уже практически нулевая. Вот, если ММВБ пробьет свои сопротивления, 2,815 и 2,860, то уже будет точно нулевая. В Газпроме все будет нормально, но иногда выходят плохие по компании, потом хорошие выходят. Вот, это как бы нормально, это то, что движет, как бы, цену бумаг. Вот, надо смотреть, как бы, надо упрощать вселенную, скажем так. Вот, надо смотреть на вещи очень, так сказать, узко. Газпром есть, работает, работает, прибыль есть, есть. Газ покупают, покупают. Значит, все будет хорошо. Ну, я посмотрел, Роман, посмотрел, он как раз вырос, соответственно, как индекс московской биржи, 1 в 1, плюс там 1,68. Ну, в принципе, это неплохо, на мой взгляд. Не, неплохо, вырос, все-таки же вырос. Индекс московской биржи. После Газпрома, Сбербанк, сейчас новая, новая тактика кукловода. Раньше первыми выдирали фишки основные, а потом уже третий эшелон. Сейчас все делают наоборот, фишками давят рынок, а третий эшелон выкупают. Вот, сейчас пришла пора фишек, дернули Сбербанк, после него, я думаю, что дернут Газпром. А куда может сейчас дернуться Сбербанк? Я вот, конечно, смотрю на график. По-моему, сейчас ударился. Линия находится в районе 20-221, и, скорее всего, туда мы и направимся. На позапрошлой неделе ты мне говорил, что, возможно, коррекция на золоте. Но тут начался шурум-бурум, стали поджигать всякие магазины, грабить. По-прежнему коррекция будет на золоте? Ну, золото пока скорее в боковике находится. Пробьем нижнюю границу, значит, начнется нормальная коррекция в район 1400. А сейчас пока сопротивление есть. Ну, не могу сказать, что ключевое, а было когда-то ключевым. 1734, если не ошибаюсь, или 1743. Вот мы его то выше поторгуемся, то ниже поторгуемся, но никак не можем уйти. Я думаю, что надо взять за основу, скорее всего, поддержку 1716, и вот если мы ее пробьем, вот тогда уже это будет, так сказать, такой хороший задел на коррекцию как раз в район 1400-1430. Ну, а пока золото, наверное, будет, так сказать, флетить в рост какой-то супер, я не верю. Ну, хотя там есть еще сопротивление 1810-1930, но я что-то не думаю, что мы туда добьем. По моему плану, по крайней мере, нам туда надо идти как раз из района 1400, вот, добивать. А сейчас рановато. Ну, может, что-то плохое произойдет? Опа-на. Это произошло плохое. Произошло что-то ужасное с золотом. И не с золотом. Ты на обочину встань-то, а то так во время движения. Я даже читаю во время движения. А ты так все нашел, сейчас обратно водоружу. Надо мне держалку придумать какую-то. Надо тебе подарить держалку, вот точно я буду, когда вот тебе после коронавируса подарю тебе держалку. Тебе держалка плохо, да? У меня тогда уже автомобилей не будет, скорее всего. Почему? Да, я на них особо не езжу. Я предпочитаю общественный транспорт, велосипед или ножной привод. Автомобили – это движунство и выброшенное на верденье. Сегодня был очень интересный момент, что многие возбудились, особенно смея, когда биткоин пробил 10 тысяч наверх. А потом он пробил на низ, и они опять заснули. Заснули. Вот. И ты смотришь... Да, на самом деле 10 тысяч – это достаточно серьезное сопротивление. Если мы пройдем, мы пойдем в район 13 тысяч. Поэтому СМИ не напрасно напряглись. Но, возможно, да, пробой, так сказать, ложный. Мы снова отправимся тестировать свои поддержки. Это 8500 и 7400. Ну, а потом мы можем опять порасти. В принципе, биткоин, я думаю, что будет неплохо себя чувствовать. Особенно вот, когда начнется кипиш в Соединенных Штатах по поводу, так сказать, бесконтрольного печатания денег. Я думаю, вот тогда туда, в общем-то, много кто устремится. Последний вопрос по поводу ВТБ. Сегодня вышла отчетность по поводу ВТБ. Чисто прибыль сократилась, что ожидаемо. Что ты думаешь, надо ли покупать эти акции ВТБ? Не, я считаю, что не надо покупать эти акции ВТБ. ВТБ, да, даже магнит сейчас смотрится лучше ВТБ. ВТБ, он пробил свой, так сказать, древний даунтренд вниз. Это просто вообще, так сказать, зашквар, зашквар. Да и компания, в принципе, отстойная, собственно говоря. Покупает мусор, всевозможные дела, ведет из рук вон плохо. Мне ВТБ не нравится, я, так сказать, его не трогаю. Вот, так сказать, уже не говорит, как нагрели держатели IPO этой компании. В общем, компания зашкваренная, скорее всего, ничего хорошего из этого банка не выйдет. Ну, кроме государства, которые потихонечку как раз и выходят из этой компании. И когда выйдет до конца, я думаю, что недолго просуществует эта компания под таким мудрым руководством. На рынке есть много очень хороших, прикольных идей, гораздо лучше, чем ВТБ, чем Аэрофлот, чем магнит, и же с ними. Вот, и я рекомендую покупать эти компании. Да, там нет такого визуального апсайда, как в том же ВТБ-магните, но, как показывает практика, такие компании, они апсайд никогда свой не выбирают. А вот, когда начинается падение, добавляют, так сказать, даунсайда. Не понял, извини, что за компания? Ты так на 15 минуте интервью-то сказал, что у меня есть загашник с компаниями. Какой загашник? Загашник, где настоящая компания. А мы с тобой 15 минут ни о чем говорили. Да, настоящих компаний много, надо смотреть 9-тикеры. Мне нравятся Металлурги, мне нравятся наши фишки, основные компании Роста, Лукоил, ГМК, Норильский Никель, Сбербанк, тот же самый обыкновенный и привилегированный. Все эти компании гораздо лучше ВТБ и всего, что я только что перечислил, и я рекомендую покупать в первую очередь ТИК, а не всякий мусор. Вот самая распространенная ошибка новичка, да даже не новичка, а и матерого трейдера, заключается в том, что люди смотрят на то, сколько было и сколько стало, и думая, что, так сказать, купив эту бумагу, они пройдут этот путь. А на самом деле уходят все ниже и ниже и ниже. Вот компании, которые перманентно падают, они падают как раз потому, что их а, продают крупные игроки, и б, выходят по стопу мелкие, которые захотели стать баффетами за полгода, удвоившись или утроившись. На росте которого, естественно, не будет. Спасибо, Роман. Хорошо тебе доехать, куда ты едешь. Не роняй свой телефон многоценный больше. Спасибо, Роман. Спасибо большое. Спасибо, Роман. 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 Роман.